МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяна Молокова. Главные новости страны и Чувашии в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Река или большой аквариум? Почему Волгу нужно освобождать ото льда? И как это может спасти рыбу, которая каждый год погибает в экватории залива? Каша на дорогах и снежные свалки. Кто и что поможет жителям городов и районов республики пережить зиму? Одна выставка, два поколения художников и талант, который оставляет красоту не только на экранах телефонов, но и в сердце. Рыбные выходные. За прошедшие дни тысячи рыб погибли в экватории залива города Чебоксары. С чем это связано и почему водное пространство необходимо превратить в большой аквариум, расскажет репортер республики Екатерина Никитко. Сачок в прорубь, один, второй, третий, и в мешке уже десятки ершей, уклеек и окуней. Мечта для рыбака. Только вот с таким уловом домой не придешь. Рыба уже несколько дней не подает признаков жизни. Практически каждый год зимой на заливе можно наблюдать эту картину. Сотни погибших рыб, вокруг которых собрались птицы. Это происходит из-за нехватки кислорода. Каждый год летом разрастаются водоросли, осенью уровень воды снижается, а зимой река замерзает, и рыбы просто задыхаются. Речным обитателям приходится ютиться под толщей льда вместе с разложившимися водорослями. К слову, в некоторых местах залива глубина воды не выше колена. В надежде найти насыщенное кислородом место, рыбы в полуобморочном состоянии приплывают к полынье и погибают. В двух местах были отобраны пробы воды. Это вот в конце залива и вот здесь вот в промоине возле пешеходного мостика. В конце залива концентрация растаренного кислорода составила всего 0,4 мг на литр, что критически является для жизни рыб. Комиссия проводила два анализа с промежутком в две недели. Норма кислорода в воде снижена примерно в 10 раз. Решить такую проблему непросто. Если повышать уровень воды, незащищенными от льда останутся технические постройки. Единственный возможный выход, по мнению экспертов, каждый год превращать залив в огромный аквариум. Необходимо, конечно, в первую очередь проводить миниоративные работы. Это делать майны, ставить туда аэратор и принудительно аэрировать воду, то есть насыщать воду кислородом. Сейчас Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской республики совместно с экспертами вырабатывает механизм борьбы с низким уровнем кислорода в водном пространстве залива. Екатерина Никитко, Семен Антонов, Республика. Горы по плечу. Высказывание, которое сегодня применимо не к смелому человеку, а к снежным валам в Чебоксарах, которые часто намного выше роста взрослого человека. Проблема вывоза снега из города волнует автомобилистов и пешеходов уже не первую неделю. В причинах и возможных решениях проблем разбиралась репортер Анна Центовская. Очень тяжело, очень сложно. Везде завалы, скользко очень. Я впервые стал, сколько лет живу, всю жизнь живу в Чебоксарах. Я никогда таких дорог в городе не видел. Вот так. Ни пройти, ни проехать. Каша на дорогах и снежные свалки около тротуаров мало кого оставляют равнодушными. Страдают от них и водители, и пешеходы. Ну, конечно, неудобно. Вы же сами видите, везде снег. Тротуары не успевают чистить. Многие участки не почищены. Центральные почищены, вот, допустим, какие-то дороги. А, допустим, не центральные практически есть не почищены. Соответствующе, зимой сейчас ширина дорожной полосы уменьшается гораздо, наверное, на целую полосу где-то. Ходить неудобно, риск под машину попасть. Снег рыхлый, может подскользнуться, упасть спокойно. Все. Ну, мы живем в северо-западном, и у нас такой глухой двор, и там не очень хорошо все чистят. То есть мы шкрябываем на машине снег. У нас бампер оторвало. Из-за того, что он в сугроб заехал, а выехал уже, бампер остался. Вот мы и разбираемся с этим. В Центре управления регионом Чуваши отмечают, такая проблема не только в Чебоксарах. Обращение по заснеженным дорогам приходит регулярно. Однако их пик зафиксировали 11 января. В январе тема очистки от снега и наледия тротуаров и дорог стала одной из самых популярных. Всего поступило более 230 сообщений. Большинство из них приходится на 4 города. Алаты, Шумерля, Канаш и Чебоксары. На дорогах республики за прошедшие выходные произошло 63 дорожно-транспортных происшествия, три из которых с пострадавшими. Основная причина – невнимательность водителей и пешеходов. Однако повлиял на дорожную ситуацию и снегопад. По большей степени происходили столкновения, их было зарегистрировано 37, 15 наездов на стоящие транспортные средства. Опять же, это все либо из-за метеоусловий, из-за наледия, либо из-за заснеженных валов. В тех местах, где имеются снежные заносы, либо снежные валы после чистки дорог, необходимо обращать особое внимание, не выходит ли там пешеход. Особенно печально, когда появляются дети из-за таких снежных валов. Из-за двухметровых сугробов около пешеходного перехода человека попросту не видно. Ровно как и он не видит подъезжающую машину. Как отмечают в единой дежурно-диспетчерской службе, главная проблема – далеко не в чистке дорог. На сегодня есть у нас проблема в городе, проблема с вывозом снега. Потому что вывозить снег должен на специально оборудованную площадку. Та площадка, которая была у нас в прошлом году, она не оборудована должным образом. И в связи с этим было принято решение о закупке снега плавильной установки. Такая конструкция сможет плавить по 60 кубометров в час, что и позволит избавиться от тонн снега по всему городу. Монтаж установки начнется в ближайшее время. И уже к концу января она будет помогать работникам спецслужб в их нелегкой работе, а также облегчить жизнь всем горожанам. Анна Центовская, Игорь Зверев, Республика. Семья, проживающая в доме на улице Гражданской, отравилась угарным газом. Две женщины и два подростка были срочно госпитализированы в больницу. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии, а женщины в тяжелом. Прокуратура Московского района проводит проверки по факту произошедшего. Предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, который скопился в квартире вследствие недлежащей работы вентиляционного канала. В настоящее время сотрудниками газовой службы установлена заглушка на газовую колонку. А жителям дома ничего не угрожает. Штамм «Омикрон» в конце прошлой недели был зафиксирован в Чувашии. Об этом глава региона Олег Николаев сообщил нашему телеканалу в программе «Итоги недели». Информации о заболевшем пока нет. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, с 20 января в регионе вводятся дополнительные ограничения. Торговые гипермаркеты республики со смешанным ассортиментом товаров площадью свыше тысячи квадратных метров будут впускать при предъявлении QR-кода, сертификата о прививках либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. Ограничения по посещению коснулись 14 крупных магазинов региона. Гипермаркеты «Магнит», «Научебоксарский перекресток», «Карусель», «Лента», «Метро» и другие. Рынки «Шупашкар», «Хивежский», «Центральный» в Солите Чувашии торговые предприятия «Канаша» и «Канашского района». Заранее за месяц практически поставили в известность и предупредили данные учреждения, данные торговые объекты. Все отреагировали с пониманием, все готовятся и подготовились. И с 20-го числа новый режим их работы будет уже запущен. Глава региона Олег Николаев отметил, что дополнительные ограничения связаны со сложной эпидобстановкой в стране из-за распространения нового штаба коронавируса. Мы с вами уже чувствуем начало новой волны, связанной с новым штаммом «Омикрон», который уже накрыл всю Европу. И мы с вами видим и в Америке, и в Европе запредельные чисто, вернее, цифры поражения этим новым штаммом. Ну и в Российской Федерации, как и ожидалось, темпы роста, они очень быстрые. За короткое время двухкратный рост. Такого еще не было, поэтому здесь очень важно еще раз вспомнить все меры безопасности и тщательно их выполнять. Главу муниципалитетов поручено провести рейды по проверке соблюдения установленных требований. За неисполнение предприятия будут нести ответственность. По данным федерального штаба, за истекшие сутки в Чувашии заболели 75 человек, 22 выздоровели, погибших не зафиксировано. Чувашия заказала больше 25 тысяч доз вакцины для подростков «Спутник М». Первые поставки препарата ожидаются уже на этой неделе. Она базируется на «Спутнике Ви» и тоже двухкомпонентная. Вакцинация подростков будет добровольной. При этом предполагается, что с 15-летней совершеннолетние смогут принимать данные решения самостоятельно. Каменщик, повар, автомеханик, парикмахер. Выбор профессии – это один из самых ответственных моментов в жизни каждого школьника. Помочь подростку в этом нелегком решении может неделя профориентации, которая стартовала в Чувашии сегодня и продлится до 22 января. Экскурсии по учебным заведениям, участие в мастер-классах в современных мастерских, посещение полигонов и выставок. Для школьников восьмых-девятых классов подготовлена насыщенная программа. Мы учитываем в первую очередь, так скажем, запрос именно от самих работодателей. Таким образом, мы понимаем, да, с одной стороны, востребованность, которую испытывает учреждение СПО по наполнению внебюджетными средствами, а с другой стороны, мы понимаем государственные задачи, которые стоят на сегодняшней момент между техникумами, колледжами и предприятиями. Каждый здесь пробует себя в чем-то новом. Кто-то занимается ручной росписью, кто-то резкой металлов, кто-то резьбой по дереву. То, что говорят учители на уроке, это хорошо. Но когда дети могут воочию увидеть и посмотреть, и потрогать это оборудование, то, по-моему, здесь вопрос уже не возникает. Для кого-то появляется сразу определение – я пойду сюда учиться. Именно эта мысль и возникла у Карины Еремеевой, когда она взяла в руки кисть и освоила новую для себя технику рисования жидким акрилом. Я много рисую, очень хорошо рисую, мне нравится. Хотела пойти в направлении дизайнера, либо в художественную школу. В такой технике я еще не рисовала, но мне очень понравилось. Я бы хотела заниматься этим и обучать кого-то, возможно, в будущем. Кнара Пузырькина выбрала для себя не совсем женское, но достаточно востребованное и перспективное направление. Я сегодня сама попробовала использовать ручной плиткорез. Это был довольно интересный, новый опыт. В дальнейшем мне бы хотелось похвастаться этим перед своими родителями, перед своей папой, потому что он тоже очень хорошо кладет плитки. И мне бы хотелось показать, что я тоже этому учусь. Узнать для себя что-то новое и интересное могут не только школьники, но и преподаватели. Я уже не первый раз бываю в техникумах, и каждый раз для меня я как Америка открываю. Вот что ты для себя сегодня узнала, допустим, в работе с плиткой, для себя лично. То есть я это где-то могу использовать для дома. Также с 24 по 29 января неделя профориентации пройдет и в высших учебных заведениях республики. Инесса Потапова, Юлия Адюкова, Сергей Емельянов, Республика. Журналист – это самый трудолюбивый лентяй на свете. Фраза Дэвида Рэндалла, британского журналиста и газетного консультанта у людей разных профессий может вызвать удивление и непонимание. Это вполне объяснимо, ведь Дэвид адресовал ее российским редакторам, рассказывая об универсальной журналистике, и они друг друга поняли. И именно с этой фразы началось одно из занятий медиашколы RT-регион, которое прошло в Чебоксарах. Репортер Республики Ольга Алексеева тоже училась и готова рассказать, действительно ли журналисты трудолюбивые и ленивые одновременно. Верификация, стерри-теринг, топ-лайн, копипаст. О значении этих иностранных слов, имеющих непосредственное отношение к журналистике, многие ученики медиашколы RT-регион в Чебоксарах слышали впервые. Для многих то, что рассказывали преподаватели, являлось прописными истинами, но частенько забывалось. Это реально как глоток свежего воздуха, потому что они подают тебе новые идеи. Вроде даже если говорят о вещах, которые ты уже знаешь, но освежают в твоей памяти, еще раз расставляют акценты, что все-таки человеческие истории на первом месте, и что нужно начинать всегда с героя, например, сюжет, и делать свои материалы намного интереснее. В группу из 40 учеников вошли телевизионщики, радищики, представители печатных средств массовой информации и пиар службы республики. И каждый из участников смог найти для себя полезную информацию, которую можно применить в работе. Как будто что-то открыл, эврика своеобразная. И я посмотрел, услышал, как подают материал, то есть как строят саму, не подачу, а вот именно составление текста, подача текста. Это сторителлинг вот это, то есть очень крутая вещь на самом деле. Практики на занятиях уделили большую часть времени, ведь только так можно понять, усваивается теория или нет. Каждая из групп ответила на вопрос, как подать материал, если мероприятие отменилось, а артисты уже приехали. Главная задача преподавателей школы, известных на весь мир журналистов и медиа-менеджеров – поделиться опытом, помочь вывести региональные новости на федеральный уровень, научить создавать уникальный контент для соцсетей. Очень важно журналисту не быть в своем болотце, а понимать, что делается в медиа-сфере в России и в мире, наношивать контакты с журналистами из других изданий, с московскими коллегами. Я считаю, что региональное телевидение сейчас на хорошем уровне, другое дело, ему немножко надо уже переориентироваться на соцсети. Журналистика невозможна без интереса к профессии, без желания в ней развиваться. Так считают преподаватели школы, это своим участием подтверждают и ученики. Здесь я увидела горящие заинтересованные глаза, любовь к журналистике, любовь к своему краю, к своей аудитории. Это самое главное. Когда это есть, когда люди занимаются своим делом, занимаются профессионально, потому что понимание, безусловно, всех трендов, того, что происходит, понимание есть. Ломать шаблоны, двигаться вперед и все может наладиться. Главный рецепт, по которому готовятся новости ОРТИ, уход от шаблонности и постоянное развитие. Именно этому преподаватели обучают представителей чувашских СМИ. Интересный угол подачи информации. Здесь были и практические примеры, и практические кейсы. Как правильно назвать, как первую строчку обозначить своего репортажа, либо свои заметки в газете, либо еще где-то. Любой журналист был бы рад поучиться у экспертов такого уровня. Мы договорились об индивидуальном обучении для журналистов чувашей, который пройдет уже в онлайн формате. Сказать, что журналисты республики ленивые, нельзя. Обучение проходило выходные и даже профессиональный праздник, день чувашской печати, они отметили за учебой. Следующие занятия медиашколы пройдут в феврале. Ольга Алексеева, Николай Скворцов, Республика. В стране стартовал проект «Вышитая карта России», инициированный Чувашей. В регионы отправляют лекала, по которым мастерицы из каждой области будут создавать свою часть общего полотна. В начале весны уже готовые фрагменты должны вернуться в Чувашию. Наши вышивальщицы соединят их в единое целое. Размеры карты 3 метра 10 сантиметров на 6 метров 70 сантиметров. Проект поддержала народная артистка России Надежда Бабкина. 12 июня она и представит готовую карту в Чебоксарах на фестивале «Песни России». А потом полотно будет путешествовать по всем федеральным округам. Акция завершится 12 декабря в Москве. В последнее время путешествовать стало очень модно. Для этого необязательно улетать в далекие страны. Интересные места можно найти и в родном краю. Каждый муниципалитет Чувашии имеет свои памятники, культурные ценности своих знаменитых земляков. Какие достопримечательности можно увидеть в Комсомольском районе, расскажет репортер Наталья Егорова. Краеведческий музей «Земля и люди» в селе Комсомольское довольно популярен. В этом году его посетили более 8 тысяч человек. Сюда приезжают гости из разных уголков страны. За зимние каникулы побывали туристы из Москвы и Екатеринбурга. Амбарный замок, именной знак, картина про Ски-Витти – далеко не все экспонаты музея. Всего их 3304. Музей состоит из 8 экспозиционных залов. При входе у нас вестибюль. Также второй зал у нас природа. Потом зал из глубины веков, этнография, зал Великая Отечественная война, социально-экономическое развитие, выставочный зал, где у нас выставки постоянно меняются, зал памяти и благодарности. Каждый район может похвастаться своими уроженцами. И о таких людях сейчас активно собирают информацию. 22-й в Чувашии – год выдающихся земляков. В Музее «Земля и люди» будут организованы выставки художников Викентия Лукьянова и Миши Григоряна. Наш район гордится Красновым Пётром Степановичем, Валерии Тургай, Гури Чаржов, Лаврентий Талеров, писателями и поэтами. Другая достопримечательность района, заслуживающая отдельного внимания – памятник в честь жертв Кулацкого мятежа. Он посвящен шести комсомольцам, погибшим в восстании. Памятник помогает больше узнать об истории села и истории самого события. 9 января 1939 года жители села Комсомольской собрались на собрании. Товарищ Кокурев выступил с предложением, чтобы увековечить людей, погибших, положивших голову при восстании мятежников. Памятник был воздвигнут в 1962 году. Музей и памятник – места, которые стоит посетить для того, чтобы поближе познакомиться с историей комсомольского района и Чувашия. Наталья Егорова, Николай Скворцов, Республика из Комсомольского района. В художественном музее Чебоксар открылась уникальная выставка «Между прошлым и будущим». Ее автор Миша Григорян, заслуженный художник Российской Федерации и его дочь не менее талантливая Сусанна Мишаевна. Творческая династия Григорян радует любителей искусства на протяжении многих лет. Чем они смогли поразить посетителей юбилейной выставки на этот раз – в нашем репортаже. В художественном музее Чебоксар «Аншлаг» на открытии экспозиции собрались почитатели таланта двух поколений художников Григорян. 155 картин заняли 8 полноценных выставочных залов. Абсолютно разные, на первый взгляд, произведения объединила одна глубокая тема. «Виставка посвящается дружбе народов. А для меня, в первую очередь, очень главная дружба очень две древних народов – это Армения и Суварочуварские народы, которые дружили еще 3-4 тысяч лет тому назад. И вот эта дружба вдохновляет меня в творчестве. Наша виставка идет в воспитательный такой характер. Надо не забивать свое прошлое и на основе этого свое прошлое создать будущее». О воспитании поколения Миша Гришевич знает не понаслышке. Почетный профессор Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева более 40 лет обучает юных художников в живописи. Буйство красок отражает всю любовь художника к жизни. «Я счастливый человек, ведь выставку я делю со своей дочерью Сусанной», делится Миша Гришевич. Несколько выставочных залов заняли ее картины. «Я придумала для себя технику интересную, я пыталась найти аналоги, чтобы не повторяться, я не нашла. Медицинская техника, почему могу объяснить, потому что используется материалом органцовка на коже и скальпель. Естественно, это очень похоже на медицинскую технику». Большое внимание Сусанна уделяет глазам. В каждом ее портрете – история. Юбилейная выставка двух художников неспроста привлекла много внимания. У этих картин есть особое свойство. Перемещать своего зрителя в ранее неизвестные места и знакомить с людьми, которых раньше никогда не видел. «Ну прелесть, просто прелесть. Все прекрасно, все красиво. Даже вот, знаете, к любой картине подходишь, и все это прям, знаете, как будто это было с тобой». Разнообразие картин не может оставить равнодушным. Портреты родных и знакомых, пейзажи Армении и Чувашии, яркие натюрморты. Посетители от мала до велика всеми способами пытаются запечатлеть красоту. Не только на экранах телефонов, но и в сердце. «Когда я увидела объявление, анонс о выставке Миши Григоряна, я была так рада, и действительно я ждала этого события. Я в сети разместила, значит, этот анонс, приглашая всех друзей и знакомых тоже вместе со мной поприсутствовать и наполниться вот этой радостью». Радостью зрители наполняют яркие цветы, которые сегодня не только на полотне, но и в руках. Картины длиною в жизнь. Познакомиться с историей сразу двух стран и трех национальностей, получить вдохновение и наполниться любовью к жизни можно до 13 февраля в художественном музее города Чебоксары. Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика. Живописью занимаются и непрофессионалы. Порой это просто порыв, желание поработать с кистью. Иногда мечта, которая лелеется с детства. Но, говорят, мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действие. Всю жизнь мечтать рисовать, заниматься совершенно другим делом, но через годы вернуться к любимому занятию, достичь высоких результатов. В Доме Дружбы Народов открылась персональная выставка художника-любителя Владимира Кузьмина. «В этом году первую выставку мы открываем. И очень приятно, что выставку открываем с персональной выставки Владимира Семеновича Кузьмина». «Нигде никогда не учился живописи. Каждый раз занимаюсь этим в свое удовольствие», — говорит Владимир Кузьмин. С детства Владимир Семенович мечтал рисовать, но возможность появилась только сейчас. В творческом багаже художника-любителя, уроженца деревни Сейспель-Канажского района Владимира Кузьмина, представлены порядка ста пейзажей. Пятьдесят из них на выставке в Чебоксарах. Остальные хранятся в коллекции в Белоруссии, Литве, Средней Азии. «В общем, все, что глазу понравится. Я хочу их запечатлеть, рисовать. Всю жизнь хотелось рисовать, конечно. Тут только или времени не было, выбрал-то учебу не по специальности художества». Владимир Кузьмин говорит, рука сама их ведет по холсту. У него нет профессионального образования, но именно профессионалы его уже признали. «Их, конечно, я с большим вниманием к этому работам внеслась. Они на самом деле душевные. И мы рады, что он в нашем союзе, в союзе чумашеских художников». Отсутствие знаний, профессионального образования, возможно, помогает художнику развиваться. Работа Владимира Кузьмина имеет свои особенности. Их отличает необычная техника исполнения. «Работа сделана маленькими кистями, а мы широкими рисуем, мазками, а у него нет». Сегодня живопись занимает все свободное время художника. В каждую картину он вкладывает частичку своей души, и это сразу же замечают ценители искусства. Посетить Дом дружбы народов и познакомиться с выставкой Владимира Кузьмина можно будет до середины февраля. Валерия Егорова, Регина Кубайкина, Сергей Емельянов, Республика. Сегодня ночью местами в Чувашии ожидается желтый уровень опасности, сообщает МЧС Чувашской Республики. Синоптики прогнозируют усиление порывов ветра до 13-18 метров в секунду. Будут приняты специальные меры по обеспечению безопасности. Завтра к ветру прибавится снегопад, что приведет к метели и снежным заносам на дорогах. Ухудшение видимости из-за снега создает сложности в управлении транспортом. Автомобилистам следует соблюдать предельную осторожность. Сильного похолодания в ближайшее время не ожидается. Традиционные крещенские морозы в этом году будут умеренные. Минимальная температура воздуха на этой неделе будет достигать с минус 15 градусов, сообщает гидромедцентр Чувашии. По прогнозам синоптиков, в саму крещенскую ночь столбики термометра опустятся до минус 8 градусов. Это главные новости Чувашии. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok